друзья всем привет сегодня вернее уже не сегодня 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 23 23 апреля сегодня прошло ровно два года как я сделала бареартрическую операцию мини гастрошунтирование желудка так я уже как говорится по этому поводу не ходить не выходила в эфир месяца 5 или 6 и вот хотела вам рассказать о своих результатах спустя два года какой было какой стало что произошло и вообще там как бы обо всем ну давайте сразу может быть кто-то будет смотреть по этому поводу в поисковике и не будет видеть моих видео давайте начну с того что зовут меняла и два года назад я сделала операцию мини гастрошунтирование желудка в санкт-петербурге врач хирург у меня была соловьёва мария олеговна она тогда работала в больнице святого георгия сейчас она работает в другом месте но если кому-то надо и и можно найти по вот сапу ее можно найти у нее есть свой канал по каналу наверно там есть данные есть у нее своя группа вот сапе но сейчас я в той группе не состою так давайте начнем все заново в общем ребят всю свою жизнь начиная с 25 лет я начала поправляться и сидела на разных диетах на разных и на раздельном питании иначе на частичном голодание и на полном голодание и кодировалась по методу смелова это вот самое первое наверное моё кодирование было вот и по методу откинса у нас в алмате у хайролина кодировалась всяко-всяко разное вот что только я не пробую правильно неправильно ну и голод и полуголод и все что хочу вам сказать до худеешь все-все диеты работают все абсолютно и дюкана и смелова и откинса и кетогена но это та же самая откинса грубо скажем но все-все-все диеты работают все до единой но они работают пока ты на них сидишь все ты потерял стимул ты сорвался и понеслось и понеслось похудел 30 набрал 40 а вот так похудел 20 наберешь 25 и как бы я там не худела естественно я худела там каждый год каждый год это изнуряющий во первых это сильно отражается на психике в каком плане да ты похудеешь вроде тебя стимулируется но тебя жалко ты ты жрать хочешь по-русски говорю ты не есть ты жрать хочешь глаза невеселые ну и вообще-то какие-то ограничения там знаете то гречку ешь да не хочу я есть гречку понимаете я хочу мясо или там не хочу я что-то еще я хочу конфет например или еще чего-то ну вот это постоянно какие-то ограничения это нельзя это нельзя по смелому я кодировалась этом сколько-то перешла на заменитель сахара кстати его сейчас использую ну я могу и его и не использовать но когда использую но если нет я и не использую в общем там значит сахар нельзя хлеб нельзя картошку нельзя нигде ты должен вот это вот больше сварил вот это бульон выхлебать картошку выловить выбросить ну что это я настолько вот это меня задолбал а кроме того ребят кроме того я вам еще скажу что я делала бандажирование желудка я надевала бандаж и бандаж да но похудела я чуть-чуть но килограмм 15-20 я похудела и потом уже с успехом с этим же бандажом я все нам набрала пофигу этот бандаж а потом я здесь хотела подкачать чтобы мне потуже тут затянули мой желудок но у нас профессору пошла тут один профессор не буду его называть я все сейчас я вам тут проткну 30000 давай часа три мне протыкал протыкал колон не колол короче всю жидкость мне выпустил с этого бандажа все бандаж мне весь нарушил вся моя операция на выбросы вот в общем полная задница полная задница вот с этими со всеми проблемами и в итоге что в итоге вот всех этих мучений вот сколько я не пыталась хочется быть красивой стройной и вообще но сколько я не пыталась в итоге сто шестьдесят килограмм еле хожу колени болят шайбово самого но если вы посмотрите на этом моем канале ну или на любом там моем канале первые мои видео даже вот первое видео когда я сделал операцию я сделал операцию я была сто пятьдесят два доходила до 160 и доходила до 160 и мне тоже там писали в комментариях у вас такая дышка так правильно я дышать не могу у меня он я какая была 160 килограмм так и вот я сделал операцию длинное предисловие простите но как бы я такой делаю отчет уже давно я полгода не делала и вот я как бы все заново и обо всем как бы рассказываю все как было и все как есть я сделала операцию я пошла на операцию сто пятьдесят два килограмма но перед этим я немножечко худела думаю вдруг там какие анализы будут плохие проходишь анализы вдруг не возьмутся вдруг там давление но я как бы снизила до ста пятидесяти двух это все усилия воли усилия воли только вот и потом я пошла на операцию ну первый месяц я там семь похудела потом по моему четыре потом три три там сколько-то месяцев три 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 два 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 в общем ребят я худела полтора года полтора года я худела в августе я поехала в америку тут я еще заболела коронавирусом перенесла коронавирусом вот за коронавирус я потеряла просто десять килограмм но я правда за месяц их и восстановила я доходила до девяносто семи килограмм это в итоге шестьдесят три но я сейчас не девяносто семь нет 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 ребят сейчас я фактически сегодня вставала сто один и четыре утром я вставала осенью я поехала в америку у меня было девяносто семь девяносто восемь короче я там набрала семь килограмм да семь ровно семь я была по моему девяносто семь и шесть я туда приехала оттуда я уехала сто четыре где-то шесть но я вернулась через полгода но нет в принципе ну вот такая же так незаметно я не страдала сильно не переживала единственное что там плохо там я что-то целый день ела дома сидела то фрукты то овощи мне надо это попробовать мне там надо их не продукты попробовать там внучка просит макароны картошечку фри но я вместе с ней ну как бы это вот все я там набрала там я привыкла кстати к сладкому я в труду раньше столько даже не ела я и сейчас я ем сладкое причем много что хочу сказать ребят сахарного диабета у меня не было никогда не было но вот это операция они все всем как-то у кого сахарный диабет они как бы предлагают ну как предлагают ну советуют никто ничего не предлагает хотите делать и хотите не делать советуют вы знаете ребят сахарный диабет проходит даже первого типа даже первого я не говорю про второй второе бывает что проходит на третий день но они там говорят принимайте месяц два там что вам предназначили туда-сюда но некоторые даже с больницы выписываются сразу вот не знаю что тут что там происходит в организме но почему-то он пропадает в чем суть этой операции суть этой операции что вам урезают желудок желудок где-то у меня там лежит он не выброшенный в принципе если б я сильно худела ну такие случаи на один на миллион прооперированы грубо так скажем когда таких по моему два или три случая во всем мире было за все время когда организм сильно худеет и желудок пришивают обратно вот это было но это два или три случая за все время это как бы я и не думаю что я туда попаду в этот в эту ситуацию вот и там тебе подшивают как-то там твою кишку что она становится короче вытягивает меньше получается пищеварительный тракт меньше желудок меньше усваивается еды из твоего организма ну и говорят что желудок остается 50 грамм но со временем он растягивается на 250 со временем но оставляют где-то грамм 50 может быть 70 ну и говорят ешьте мало я так и делала конечно в начале когда только сделали операцию это страшно все-таки тебе же там и желудок обрезали и все такое как бы я естественно все соблюдала но соблюдала но все равно мне кажется чуть чуть больше я конечно не мерила что там надо было не больше 200 грамм за один раз не меньше 300 я во первых не съедала и сейчас я ем больше сейчас я съедал наверное ну минимум 300 максимум 500 грамм в день ой не в день за раз простите больше я ем чем среду но слава богу все у меня уходит я конечно набрала у меня началось плата я такая думаю так лишь бы они не начала набирать и все такое нет сейчас я приехала сюда в алмату кухня у меня здесь подальше я на втором а кухня у меня летняя мне надо спуститься на первый и перейти еще через улицу ну здесь я только могу чай попить ну с конфетками иногда ну как конфетки но не килограмм на одну дверь я не очень любитель булочки тоже я не любитель не ем я ну не мое это вот но я люблю покушать я люблю покушать и ребят честно хочу сказать я надеялась что у меня и аппетит то пропадет чувство 2 нет аппетит не пропал аппетит есть единственная ты не можешь много есть но как много пол килограмма конечно если я съем пол килограмма но это все это мне хана 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 в каком плане я когда даже так остановись сейчас тебе будет плохо остановись мгновение остановись на самом деле если вы перее перейдите вот представьте ваш желудочек да но туда сейчас входит 200 250 грамм ну пусть 300 грамм ходит а вы пихаете в себя по полкило ну он у вас тем более там обрезана у вас нет этого клапана который держит она естественно вы туда пихаете а он сразу выпихивается в кишку и вы получаете и набиваете свою кишку но кишки не могут так усваивать у нас же надо что вот по природе чтобы немножко там побыло в желудке там обработала соками потом дальше пошло 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 и потом выбилось а у нас вот получается так что я оттуда пропихиваю организм что может взял но не полностью и вылил но пища все равно переработанная выходит ну так себе не как раньше не времена когда был полный желудок что мне нравится нравится мне что я не сижу на диете я не голодаю у меня какая-то знаете вот такая моральная уверенность во первых уверенность что у меня выйдет что я не поправлюсь что желудок мне там допустим организм сам говорит остановись куда если я переем там и набью там эти свеки да мне плохо будет как бы вот она все равно какой-то стоп-сигнал срабатывает ну раз тебе плохо 2 плохо 3 плохо на 4 ты уже говоришь все я уже чувствую пора остановиться все ну конечно бог не дал аппетит с детства у меня был аппетит с детства хороший аппетит с рождения я и маленькая там у меня есть фотографии где с ложкой сижу в такой вот такой здоровый вот мне бог дала аппетит хороший аппетитом я не страдаю и никуда это не делать даже после операции единственное что она мне помогает выводить лишнее меньше есть во первых вот ну и что хочу сказать да в америке я набрала 7 килограмм сейчас я приехала сегодня сегодня сто один четыреста год на днях даже было девяносто девять девяносто девять и шесть но стол вот ну сейчас вот килограмм плюс они даже два ну вот она знаете плюс минус плюс минус килограмм плюс килограмм минус вот так где-то ну вот сейчас уже стоит какое-то вот такое плата такое плата как бы уже как бы я не худею но сейчас я похудела немножко но опять же если вы начинаете проявлять какую-то активность какую-то я вот не проявляю на тренировки не хожу никуда не хожу но у меня была какая активность вот я делала ремонт квартиры за ремонт квартиры в общем за этот месяц я похудела около 4 килограмм внутри килограмма с америки вот я приехала я получается сбросила три килограмма но это как как бы я считаю же время но все же как бы все прошло время когда ты худеешь меня похудела в общем ребят я похудела если брать что я была когда-то 160 я похудела значит ну 59 около 60 зависимости от какого-то периода жизни колеблется в общем 100 килограмм в общем где-то 60 на операцию я пошла 152 после операции 52 меня все устраивает я прям счастлива я довольна я даже худей быть не хочу я довольна своей фигурой я не маленькая небольшая не знаю наверно размер 50 52 ношу даже вещи сейчас не покупала я за дочка до нашего и вот купила себе там уже много вещей сейчас уже какие-то такие курточки там косухи какие-то которые ласики которые раньше я бегемот бегемотом куртки у меня раньше были 77 размера просто 77 халаты там платья ну и я вам сейчас хочу продемонстрировать какая я была и какая ну как бы я встала вот это будет как бы мое заключительное единственное что еще хочу сказать ну скажем это минус этой операции минус этой операции что вы переходите надо постоянно пить витамины постоянно я их пью каждый день иногда пробивать там амепрозол если вы пьете курить ну как пьете выпиваете там по праздникам если вы курите желательно пить амепрозол ну не на постоянной основе ну как бы пропивать вот ну нужно делать иногда анализы на витамин d на витамин b группу ну вот как бы следить за я регулярно выпиваю дамы и до этого пили их регулярно тем более сейчас коронавирус сейчас сам бог велел пить эти витамины я и d и все как бы каждый день я встала выпила витаминки но просто за счастье и я но кто-то это как бы минус да не минус это наоборот хорошо это не знаю хорошо а вот что еще к минусам но если вы как бы объедитесь ну начинают там кишки материться брону брону тоже как-то не очень приятно вот когда много овощей особенно что-то такое она вот но опять же вывод не ешьте много и не будет материться не будут кишки материться ну в общем вот так рассказала вам ребят что как было как я сейчас какой у меня вес вы поняли да был сто шестьдесят сейчас сто один и четыре сегодня в общем он колеблется сто один сто вот был девяносто девять и шесть вот меня четыре назад стало ухты 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 так обрадовалась но вот опять подрос но и не неважно неважно я вообще даже по этому поводу не парит но зато я своим отражением как бы громко будет сказано любуюсь но нет не любуюсь но я просто счастлива видит видеть себя такой какая я сейчас есть ну и что ребят давайте пойдемте к зеркалу покажу вам какая есть и у меня есть я специально оставила свои вещички которые я носила перед операцией даже первое время после операции я носила я даже вставлю вам фотографии какая я была до операции какая я сейчас ну там операции и видео будет ну и небольшая пример очка так встречаемся около зеркала и так друзья вот так я выгляжу может быть скажете не худая не полная можно конечно было одеть футболочку в обтяжку это не в обтяжку это так как бы свободен к такой кофточка на выпуск вот вот так кроссовочки и сегодня я бегала по барахолке сегодня за этим была там ну вот так не худая но суперская ребята суперская я счастлива я счастлива на лицо да есть проблема особенно в возрасте конечно если вы сделаете в 35 40 как бы я не рекламирую боже упаси там как кожа не так подвисает тут немножко конечно подвисает тут я еще молочаем трех гранок у меня была аллергия у меня вообще морду все перекособинил вот это сейчас уже прошло как бы подвисает да да грудь чуть-чуть бы надо у меня вот еще животик был есть это и сейчас правда поела я наелась это сейчас я грамм 500 600 сил сто процентов приехали с барахолки я как трамбанула вот я довольна девочки мальчики я довольна так и сейчас я покажу вещи которые были перед операцией итак друзья показываю вам свои штанишки которые я носила перед операцией причем я штанишки старалась носить в обтяжку никаких там широких покров я не носила а носила в обтяжку это как бы мне прямо не ох еще вот тут вот сверху штанишек вот так еще вот такая вот желудок вот так вот нависал вот и вот такая вот футболочка у меня было две или три но я сохранила только одну остальную я уже пустила в стеноковрики это индийские футболочки я брала на парахолке вот ребят это моя футболка которую я носила перед операцией но я может еще там месяц наверное их одевала после операции у меня было их три или четыре разных но я их уже изрезала вот это моя футболка ребят она она не была в в обтяжку но скажем так сейчас она конечно можно и сейчас ее носить типа платьем оверсайз там да но она была вот знаете ну грудь у меня конечно было побольше она была вот ну вот так вот была вот так вот была вот ну и даже была короче там еще на попе она садилась я вообще не маленькая я и сейчас не маленькая не маленькая так одеваем штанишки это я сверху штанишек одеваю уже сверху ребят не на голые ноги а сверху своих штанишек так опа сейчас мне до полу ну сейчас даже не поймешь вот ребят вот это вот у меня все было вот так на тут ахи попа и семерку еще вот так вот у меня как бы последнее время вот эти штаны они как бы на живот мне сильно впивались а вот так нависали я еще немножко бы похудеть чтобы хотя бы вот это перетяжки на животе не было они мне были в обтяжку вот ребят показываю вам штаны ну скажите может быть и не сильно но это и вы не забывайте что я на двое штанов ходила и на кофту которая шерстяная вот сейчас давайте в зеркало вам покажу ну вот вот моя футболка это было мне все можно сказать в обтяжку и вот мои штанишки штанишки тут еще чё войдет чё войдет все войдет я уже сколько этих штанишки на коврике изрезал вот так вот так вот я ну сейчас конечно трудно сказать ребят это если вот только в развернутом виде показать как я выглядела еще есть у меня еще есть где-то халат халат о сейчас посмотрю есть халат который я вот так ходила но мне был вот досюда вот так вот длинный я его шила на заказ материал такой холодок не холодок ну вот вы представляете мой размер вот вот так так я выглядела ну а сейчас просто звезда поле огородов ну конечно 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 ну что вы хотите ниже не 18 и уже не 40 не буду говорить свой возраст так дальше смотрим хотела ребят показать вам халат но не нашла я его уже по-моему изрезал вот ну я вам покажу кофту вот эту кофту такая как бы я ее любила на замке потому что она хотя бы ну знаете я как гусеница не обтягивалась она была у него вот так вот ну как бы пряменько на попе как бы не садилась вот это вот была моя моя кофточка которую я носила на работу вот не знаю сейчас я сломался в общем это у меня уже у меня целая гора вещей лежит на коврике вот это была моя одежда а халат просто я хотела почему и вам его показать что был наглядный пример когда я похудела он мне так был по щиколотку а я его даже не могла носить ну как вот первый там два-три месяца когда я наступала на него он вообще по полу тащился я как это знаете перо вот и рукава тут сразу длинные все а было вот это вот все мне в обтяжку вот это все было в обтяжку ну а сейчас даже это уже нельзя носить как оверсайз сейчас все плечи мне стали почему-то я не знаю плечи стали все огромные просто мне ну как бы я вся усохла ну в принципе вот так ребят что об этом говорить я операции довольна вот довольна ничего не могу сказать я довольна вы знаете своим ощущением во первых я стала подвижная легкая вот сегодня там я на пароколке ходила 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 да вы что я буду я тут с этажа на этаж не могла подняться а тут я просто порхала вот и и кушаю я все что хочу я уже знаю что это вот морально что мне не надо там какую-то диету соблюдать ну да съела лишнего съела нарушаю нарушаю да нельзя так есть но вот мне хотелось я съела лишний раз столе скажу вот так ребят вот такая вот это вот эта кофточка как бы у меня за пасеком она мне свободно и свободно вот эта кофточка на мне оверсайз как-то я даже по стране и это с учетом того что я покушала и пошла видео снимать после барахолки я покушала покушала все ребят я наболтала тучу-тучу вам наболтала простите ради бога поставьте лайк лайк вам ничего не стоит и подписка вам ничего не стоит в общем подписывайтесь кто не подписался и до скорых встреч пока 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 Продолжение следует...